Представьте, живете вы так в своей квартире, спокойно, никого не трогаете, и тут хоп, у вас во дворе организовывают хостел, да на 200 человек. Какая ваша реакция? Все были в шоке, когда узнали, что здесь хостел. А хостел это считается эконом-класс, а эконом-класс это соответственно будет... Бардак. Бардак. Пожары, драки, убийства. Хостел должен появиться в здании бывшего детского садика, но садиком оно уже не является много лет. Его кабинеты и площади занимают представители бизнеса. После того, как жители седьмого комплекса узнали, что в их дворе появится хостел, было решено максимально быстро провести собрание. Чунинцы собрали подписи, чтобы отправить документы во все возможные инстанции и привлечь внимание к ситуации. Мы бы очень хотели, чтобы данное здание сохранили, чтобы его не отдали под хостел, по той причине, что у нас тут очень много детей, школьников, которые как раз таки ходят и в данном здании посещают развивающие группы по обучению грамоте, танцы и другие. Не хватает садиков в нашем районе, у нас очень много детей. И вот я, как многодетная мама, я ждала два года этот детский сад, и мне дали детский сад в 2,6. Как многодетным я должна была получить раньше. Площадки все равно, дети наши здесь играются все равно. Со временем тут, наверное, и бардак будет потом. Преступность может быть и увеличится. Я, конечно, ребенок 90-х и очень плохо помню это время, но прекрасно знаю, что после кризиса многие садики пустовали и ушли в частные руки под разные нужды, как и этот садик. И уже много лет его площади арендуют разные бизнесы. Мои дети ходили в этот детский сад, закончили обе дочери, закончили этот детский сад, был прекрасный. Потом его, правда, переделали, сделали офисные, но они как-то не касались в нашей жизни офисные. Но приезжали машины, было только машин побольше, но если сейчас переделают, тогда, наверное, что-то другое произойдет. Ну, по крайней мере, двор наш, мы здесь все, я, допустим, живу здесь с 85-го года, годик мне был, когда я сюда переехал. Мы все друг друга знаем, у нас никогда не бывает каких-то скандалов. Если что-то есть, это решается на уровне стариков, так же, скажем, выходит, молодежь, и как-то конфликт быстро урегулируется. По закону здесь может быть хостел, и его владельцы могут делать на этой территории все, что угодно в рамках закона. И жители беспокоят то, что это здание просто врежется, как новый жилой комплекс, и нарушит всю инфраструктуру, которая строилась здесь годами. И какими будут соседи, и что от них ждать, никто не знает. У нас реально не туристический город, и приезжать сюда туристом для хостела, скорее всего, не будет. Там процентов может 5-6, тем более в спальном районе, если в основном хостел, где бульвар энтузиастов, мэрия, еще как-то хостел, они возможны для туристов. Но здесь, в спальном районе, хостел будет на 99%, что, скорее всего, будут трудовые мигранты, которые к нам приедут. И в основном приезжают они не от хорошей жизни, соответственно, на тяжелых работах, поэтому однозначно это будет все сопровождаться с алкоголем, с усилительными различными мероприятиями. Местные жители уже давно забили тревогу в соцсетях, и тогда их догадки подтвердила администрация Центрального района, опубликовав информацию о том, что новый собственник действительно планирует строить хостел. И, кстати, здесь еще написано, что зданию принадлежало ООО «Челны проекта». Так что, секунду. Покупатель это здание купил под собственные нужды, под размещение своей фирмы. Вот это было в разговоре. По поводу хостела может быть ошибочной или это утка. Часть арендаторов остается, часть помещений будет использована под офис этой крупной фирмы, которая сотрудничает с КАМАЗом. Это офисное здание, вот, на что я могу сказать по этому поводу. Неоднозначная ситуация. Понятно, что, скорее всего, у администрации более актуальная информация, но явно местных жителей ждут изменения. Я смотрю передачи РНТВ, 112 называется. И в Подмосковье я обыкновенно покажу, там хостелы, это одни пожары, драки, убийства. Вы думаете, что это как бы... То же самое и будет здесь. Криминогенная основка обострится. Так периодически бывает, что, ну, закладки, то есть, суды ходят, ну, их шугает, ну... А так, в данном случае, может увеличиться, и, по сути, будут сплошные наркоточки, закладки. Ничего себе. А как вы думаете, что в данной ситуации делать местным жителям? Пишите об этом в комментариях, делитесь этим видео, подписывайтесь на наш канал и следите за всем, что происходит в Татарстане. А этот материал специально для проекта Татарстанда делала Ксения Антонова. Ксения Антонова